МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске налегке боремся с тревожностью необычными способами. Играем на ханге и стоим на гвоздях. Не переключайтесь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваня, давай знакомиться. Да. С тобой, с инструментом. И где мы вообще находимся? Мы находимся на Веры Харужи-3 в творческой мастерской Ханмиллион. Я автор и преподаватель в этой студии. Мы здесь, в этом космическом месте, с моими любимыми растениями и инструментами. Я смотрю у тебя все в виде этого инструмента. Кулон, сережка, татуировка. И сердце внутри. И сердце внутри. На рентгене показывали. Ну, рассказывай, как вообще он появился в твоей жизни, этот инструмент. Ко мне пришел домой мой друг и говорит, слушай, я хочу тебе показать клип музыкальный. Включает. И все. И эти три с половиной минуты прям для меня то ли это секунда, то ли это вечность. Вот что-то такое магическое произошло. Я влюбился в этот инструмент. Начал искать, как его приобрести, как на нем что-то играть. В итоге все было так, что его нигде нельзя было достать. Его изобрели всего 22 года назад в Швейцарии. То есть достаточно новый. Да, это современный акустический инструмент 21 века. То есть там внутри нет ничего, батареек, никаких там струн, ничего нет. На нем играют руками. И вот в Швейцарии сделали этот инструмент и сказали, вот, ребята, держите, это вам. Мы сами не знаем, как на нем играть, поэтому все супер, если вы сами об этом догадаетесь и сделаете. Вот так в мире он появился. Это не какой-то национальный инструмент, да. На самом деле было так, что ребята, Феликс и Сабина, в Швейцарии, они изучали многие акустические резонирующие инструменты. То есть это вот колокольчики, гонг, поющие чаши, колокола. И все, по чем можно ударить, и то, что оно будет звучать, это называются такие резонирующие музыкальные инструменты. И они все эти знания сконцентрировали в этом инструменте. У меня есть музыкальное образование. У меня есть музыкальное образование. Но у моих коллег или учеников в 85% случаев нет музыкального образования, и это нам не мешает круто играть на нем. Я вообще не собирался свою жизнь связывать с преподаванием. Но постепенно люди начали запросы такие отправлять. Я думаю, ладно, давайте я попробую. Я взял несколько человек для экспериментов. Ну потому что как преподавать, если ты сам вот что-то делаешь, и это прикольно получается. Как эти знания передать? Ну и все постепенно, постепенно, постепенно. Я придумал авторскую свою методику по обучению игре на этом инструменте. Плюс воплотил еще сюда знания мировых музыкантов. Они тоже есть онлайн-курсы у них. И я вот все-все-все переработал и создал свой шедевр, по которому можно научиться играть на этом инструменте. И у всех скорость своя. То есть кто-то хочет спокойно, кто-то хочет очень быстро научиться играть. Главное, чтобы они просто проявлялись творчески в этом мире все. Я до недавнего времени работал еще в крупной компании маркетологом. У меня именно такое образование и маркетолог. И вот только сейчас недавно просто перешел полностью на преподавание, потому что я понял, что в этом мое предназначение. Как произошло знакомство с этим инопланетным инструментом? В один прекрасный день я увидела рекламу школы, игры по Хангу. До этого искала для себя какой-то инструмент. То есть мне всегда хотелось уметь играть на каком-то музыкальном инструменте. А опыта в детстве никакого нет? У меня была гитара, но я искала именно как духовный инструмент. То есть я уже 10 лет назад начала такие свои духовные поиски, путь саморазвития. Пошла в йогу, стала преподавателем даже. Для меня именно Ханг стал как инструмент познания себя. То есть как духовный такой проводник в какие-то глубины своего внутреннего космоса, куда-то туда, далеко в подсознание. Ну смотри, дальше ты приходишь, да? Вот перед тобой ставят вот это вот. И говорят, играй. У тебя есть замешательства? Как к этому подойти? Нет. У меня все было легко достаточно. Я сразу пошла на индивидуальные занятия. Вот. И как-то у меня все сложилось достаточно быстро. Когда были только швейцарские мастера, действительно была история такая, что было настолько сложно купить инструмент, что приходилось писать физические письма туда, в Швейцарию. И тогда, после того, как они, кстати, не читали прямо вот дословно эти письма, они посмотрели на твой почерк и определяли человека по почерку, кому достанется этот инструмент. Но в этом тоже есть какой-то свой кайф. Это кайф есть, да, согласен. И тогда, если ты попадаешь в этот список, тебе через два года приглашают в Швейцарию, ты приезжаешь, живешь у них несколько дней, чтобы выбрать тот инструмент, который вот твой. Сейчас стало проще. Начали мастера появляться по всему миру, в том числе в Белоруссии есть, в том числе в России, в Украине, везде, 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 там в Казахстане, и везде есть мастера. Да, вопрос, какие они по качеству делают инструменты. И те, кто не разбирается в этом, могут купить себе там на Алиэкспрессе или на eBay ерунду. Вот, те, кто разбираются, они придут, послушают пару инструментов и выберут себе тот. Хорошо, еще один нескромный вопрос. Сколько стоит вот такой инструмент? Ну, по-разному, на самом деле есть... Давай диапазон, да, от и до. Хорошие инструменты стоят от 1300 долларов, где-то заканчивая, ну, чтобы не смотреть там на вороченные модели, ну, где-то за 1800. Ну, можем, да, технически вообще рассказать, что представляет собой этот инструмент, да, как он выглядит, сколько нот. Две полусферы склеены между собой. Этому инструменту 22 года. Ну, базовый, да? Да, базовый – это вот основная ритмическая нота. Да? И по кругу обычно 8 нот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Такой инструмент считается... можно назвать классическим. А как технически происходит разучивание? Ты запоминаешь, где-то записываешь, я не знаю, есть какая-то нотная грамота, может быть, или что-то похожее. Нет, нотной грамоте меня не учили. Вот, это просто... То есть мне преподаватель показывает что-то, да, какие-то моменты, возможно, что-то озвучивает. Дальше я просто повторяю. Дальше я уже учусь звукоизвлечению, то есть, да, учусь слышать ритм, поддерживать ритм, такт. Вот, и уже какие-то... Такие уже упражнения делаю. То есть все вот так выстроено. А если тебя спросили бы, да, кому ты можешь порекомендовать конкретно вот этот инструмент, да, и вот эти музыкальные занятия? Наверное, люди, которые в каком-то и духовном, возможно, поиске находятся. Те, кому нравятся вот эти вот состояния релакса, да, какие-то трансовые медитативные погружения, которым нравится такое самокопание, да, там самоанализом заниматься, может быть, там психологи какие-то. Креативные люди, просто творческие, да, люди, которые что-то создают. Может быть, тем, кто страдает какими-то беспокойствами, тревожностью, да, сейчас у нас такое время. Неспятанно чем. Да, бессонница, да, то есть, ну, время такое. Поэтому это возможность где-то найти такой островок тишины, заземлиться немножечко, да, углупиться в себя, найти, может быть, какие-то ответы на свои вопросы. Смотри, этот мой инструмент уже изучили, но тут у тебя есть целая коллекция других интересных, и даже, мне кажется, некоторые предметы, я бы в жизни не сказала, что это инструменты, но это они. Да. В процессе импровизации на этом музыкальном инструменте мы для того, чтобы еще разнообразить свою игру, привлекаем сюда еще другие инструменты. Ну, например, возьмем варган. Есть еще такой музыкальный инструмент, талимба. Такая волшебная. Дальше. Вот это очень прикольный инструмент, шум моря. Ой, красиво. Там мелкие-мелкие ракушки. В Америке это называют дзен тьюб. Вот дзен и тьюб как труба. Ничего себе. Пять секунд не получается, через минуту уже получается. И давай левой рукой. Можно чередовать. Ну вот и все. Класс. Просто переносим на любую ноту. Попробуй. Отлично. Чаще всего кто к тебе приходит? Вот на самом деле ко мне попадают люди, как я классифицирую, открытые сердцем. Просто приходят люди, которым интересно, все еще интересно, не знаю, жить в этом мире. И все. Познавать что-то новое. Да, что-то новое. Да, для себя открывать, новые горизонты. И познавать этот мир через вот этот инструмент. Дальше. Вот этот очень интересный... Это просто из-за конструкции, да, есть такая магия, как будто ты играешь? Да. Это очень красиво. К нему можно присоединить еще и чаша поющая, потом еще шум ручья добавится, и представляешь уже, что будет. То есть это будет магия? Да. Все, что ты тут тоже видишь, это звукотерапевтические инструменты. Многие действительно думают, что это тумбочка, пытаются на ней сесть, там поставить свечи. Но это не так. Как открыть свое сердце для чего-то нового и неизученного, незнакомого, пугающего, возможно, да, или манящего, и стать способным принять в себя это? Я думаю, что как минимум стоит просто прийти сюда и даже можно не брать урок никакой, а побыть в этом пространстве. И они поймут, что в этом мире можно легко и радостно открывать свое сердце навстречу чудесам. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Монета к юбилею, столпы творения, память рыбок и Паддингтон в благотворительность. Мы собрали для вас подборку нескучных новостей. Перед вами невероятное фото, сделанное телескопом Джеймс Уэбб, на котором изображены столпы творения. Такое название объекты получили потому, что показывают сам процесс формирования новых звезд, которые рождаются в клубах пыли и газа. Величественные сферы похожи на твердую материю, но на самом деле это полупрозрачное газовое образование, которые видны в ближнем инфракрасном диапазоне. Первые снимки столпов творения были сделаны еще в 1995 году телескопом Хаббл. Первый снимок был составлен из 32 кадров, сделанных четырьмя камерами телескопа. Новые фото имеют более высокое разрешение, что позволит исследователям лучше понимать процесс формирования звезд. Королевский монетный двор Великобритании отчеканил 50 пенсов с Гарри Поттером. Так в Британии решили отметить 25 лет со дня написания первой книги о юном волшебнике в очках. На первой партии юбилейных монет изображен сам ученик Хогвартса. Ради сохранения максимальной точности рисунок гравировали на монетах лазерами. Напомним, что первая книга о юном волшебнике «Гарри Поттер и философский камень» вышла в 1997 году и разошла с тиражом более 120 миллионов экземпляров. Она переведена на 79 языков. За партией с портретом Поттера последуют монеты с изображениями Альбуса Дамблдора, здания школы Хогвартс и поезда Хогвартс-экспресс. Новое исследование опровергает давнее мнение, что у золотых рыбок почти нет памяти. Принято считать, что у популярного питомца объем памяти составляет всего 3 секунды, но ученые из Оксфордского университета доказали, что это совсем не так. Рыбки не просто все отлично запоминают, но и могут ориентироваться в окружающей среде. Исследователи научили 9 рыб преодолевать расстояние 70 сантиметров и обратно, чтобы мотивировать рыб на эксперимент, в конце дистанции их ждало угощение. Более тысячи мишек Паддингтон и других плюшевых игрушек, оставленных в память о покойной королеве Елизавете II, отправят на благотворительность. Игрушки были оставлены в королевских резиденциях, таких как дворец и Виндзорский замок после ее смерти в сентябре. Мишки прошли профессиональную чистку и будут переданы в детскую благотворительную организацию. На этом все. Не переключайтесь и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Аня прошла сеанс игры на Ханге, а я сегодня отправляюсь в поиски ответа «Как же обрести информационный покой» вместе с Константином Лермонтовым, проводником на гвозди и ведущим игры Лила. Поехали! Для чего нужна релаксация медитации вначале? Это вопрос безопасности. Каждый приходит на сессию с каким-то своим багажом. Кто-то пришел там после конфликта, после какой-то сложной работы и так далее. Для того, чтобы почиститься, сонастроиться, выйти на один уровень такой, в общем, успокоиться, что ли. Опять же, снять напряжение в теле. Это очень важно. В общем, на любой сессии, в принципе, обязательно проходит в начале релаксации. А на выдохе отпускаем весь накопленный негатив. Мне 33 в этом теле. Я родился в Минске и родился в семье эзотерика. То есть моя мама целитель, она чудотворец. Я учился на психолога. Параллельно реализовывался как маркетолог. В итоге ушел в маркетинг. И где-то 11-12 лет я через маркетинговые агентства свои, через брендинговые агентства, запуски международные, стартапы, кофаундинг в разных международных компаниях IT, в том числе блокчейн. В общем, шел в такую коммерческую реализацию. Все, у меня были большие планы. Но параллельно был какой-то такой страх смерти близких. Вот что я так его называю. И вот из этого страха вылилось какое-то такое интуитивное желание уйти в монастырь. И я уехал на Афон. В Греции есть такой полуостров. Это центр православной церкви. Остался на 10 дней паломником. То есть это службы с утра до вечера в монастырях. В разных. Каждый день новый какой-то. С прохождением маршрута по Афону. Я очень многое принял из монашества православного. Но само монашество не принял, потому что понял, что они же еще живы. Да, то есть мама мой учитель, мой отец, он как топ-менеджером был и профессиональным туристом, выживателем. Он возил меня там с двух лет в экспедиции такие тяжелые на выживание. Я подумал, ну раз они живы, отчего мне уходить сейчас в монастырь? И я вернулся. Прошло небольшое количество времени. Я получил посвящение в буддизм, в алмазный путь. И уехал в Тибет. В Тибете есть такая гора Кайлас. Это как место обитания Шивы. Но Шивы не как какое-то божество, а как энергия разрушения иллюзий и привязанностей. И я пошел туда с конкретным запросом освободиться от привязанностей и иллюзий относительно своей семьи, своих родителей и так далее. Потому что, ну в общем, было довольно трудно. То есть они все время присутствовали во всех процессах моей жизни. Это не про то, что они плохие, а про то, что мы вместе просто все время были. И реально сепарация трудна в таких ситуациях. И там на высоте 5300 я ловлю горную болезнь. То есть от нехватки кислорода я, в общем, прощаю с жизнью. И это произошло довольно легко. Я подумал, ну на Кайласе нормально. Хорошее место для такого. Но ребята меня вернули на 50 метров вниз, откачали, накормили меня сахаром. Я вернулся, прошел всю остальную кору за одно дыхание. Но основной инсайд это то, что я вспомнил, что я учитель. Тогда, вернувшись, я стал этическим веганом сразу же. Я отказался от коммерческих проектов, ушел в социальные. Пока у меня была подушка какая-то, я там в социальных проектах крутился. Но параллельно пришла ко мне трансформационная игра Лила сразу же после Тибета. Такая настольная, ведическая, древняя игра, которой тысячи лет. спустя какое-то небольшое время появились гвозди. Сам я встал на гвозди где-то года три назад. Перкуссия со мной, то есть вот перкуссионные инструменты где-то лет 25 со мной. Детство, с ударной установки, факультатив был. Потом битбокс 12 лет. Чайные церемонии со мной где-то лет 9. Вот так прям, чтобы профессионально, ну, грубо говоря, только этим. Я живу где-то два-два с половиной года вот только вот этими сессиями. Люди ко мне приходят, я провожу релаксацию, рассказываю про эти инструменты, провожу интервью короткое, изучаю симптомы как специалиста, предлагаю какие-то гипотезы, с которыми можно было бы разобраться в рамках одной сессии. Вот это обо мне. Теперь о инструменте, да? Значит, доски садху. Это акупунктурный инструмент. Что это значит? Что вот эти гвозди, они нажимают на стопе, на акупунктуры, то есть на точки, на нервные окончания. Их больше 70 тысяч на стопах. И, соответственно, происходит химия, которая активирует иммунную систему, а это значит вырабатывается огромное количество антител, лейкоцитов, да, то есть такие защитные белые кровяные тельца. Иммунитет, он думает, что он? Думает, что вдруг там прокол, подъем температуры сразу же происходит. Это стандартная защитная реакция. Поэтому ты, когда станешь на гвозди, будь готов, подъем температуры, это нормально, это классно, мы вообще ждем этого. Поэтому будут потеть руки, будет течь пот, и это нормально совершенно. Значит, дальше. Нажали, допустим, на печень точка. Отправился импульс в печень. В печени, допустим, по сути, это стимуляция. То есть мы простимулировали печень, доставили ее работать. А в печени какая-то недостаточность, например, и она сигнализирует сразу же сюда, и мы ощущаем боль. То есть болевое ощущение – это признак того, что в этом органе есть какие-то вопросы. При этом тут и чакральная система на стопе, и позвоночник тут есть, и в плане психосоматики можно тоже. Тут целая карта есть психосоматическая. Там пятка, например, это опора, это отношение с отцом, так и все органы распределены. То есть это тело, понятно, это также еще и энергия. Так как энергия упала вниз, она так или иначе ударяется о пол, и начинает подниматься наверх, поднимается по ногам, и встречает первый энергетический центр, который заблокирован у всех. Это помогает очень хорошо проработать такие запросы, как жадность, алчность, там все, что касается материальных благ, физической безопасности какой-то. Но если ты позволишь и поможешь ей подняться наверх в сердце, то ты из сердца свой запрос будешь решать, понимаешь, не из базовых каких-то потреб. Поэтому нужно ей помочь интуитивно. И третье – это работать с запросом. И я считаю, что это основное. Потому что если человек нашел вот свой истинный запрос, то в принципе можно и на гвозди не идти. Ради этого человек готов на все. Потому что он понял, чего он хочет вообще. Ты идешь на гвозди, чтобы внутри найти твердый ответ внутри себя. Первые минуты две мне просто хотелось уйти оттуда. Я думаю, я задохнусь и все. Мне просто хотелось с них сойти и сказать, все, хватит этого, хватит. Но тут нужно перебороть себя и расслабиться. Я понимаю, что после этой боли должен пойти другой эффект, он пошел. Видимо, физиология, она работает неизбежно у каждого. Какое у тебя сейчас состояние, расскажи. Покоя. Его давно не было. А как твои запросы, скажи? Ответы пришли моментально сразу. Я потом еще несколько раз эти запросы отправлял и понял, что они уже ответы не придут другими. Они просто повторились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!